Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге Даниила, мы обратимся сейчас к третьей главе. Третья глава в готовом, так сказать, виде, в котором она до нас дошла, имеет весьма сложную структуру и состоит из двух наложенных друг на друга частей. С одной стороны, это мидраж о все том же уже, почти набившем оскомину, царе Новохудоносоре и отроках иудейских Данииле, Ананне, Азаре и Месаиле, которые вот в этом самом царственного худоносора сталкиваются с теми проблемами, которые мы увидим сейчас. Но кроме этого, некий безымянный редактор позднейший вставил сюда два текста поэтических, которые дошли до нас на греческом языке, при этом, ну, в общем, я бы сказал, вставил довольно удачно. Они, в общем, уместны там, где они находятся. Не сказать, чтобы прямо совсем случайно, как неотносящиеся к делу. Но это тексты другого происхождения, другого жанра и при этом, конечно, драгоценнейшие шедевры молитвенной поэзии, которые вообще заслуживают отдельного разговора, как одни из самых важных вообще библейских текстов. Итак, вот давайте попробуем сначала посмотреть на Мидраж, на, собственно, событийную канву, что там происходит. Здесь в третьей главе рассказ начинается с того, что царь Набуходоносор сделал золотого истукана. Тот царь Набуходоносор, который в предыдущей главе там, значит, вот, заставлял толковать свой сон, и Даниил истолковал, царь пал на лице свое, поклонился Даниилу, тот Мидраж кончился, начинает снова, и здесь Набуходоносор... Да, нехороший человек редиска. Вот он делает золотого истукана и требует, чтобы все там властители, областей, сатрапы, наместники, воеводы, верховные судьи, казнохранители и так далее собрались на торжественное открытие истукана. Конечно, об этом надо было бы рассказывать и показывать каким-нибудь документалистам 20 века вроде Лени Рифеншталь, понимаете? Потому что это вот шокирующая вневременная картина. Шокирующая вневременная царь велит всем поклоняться некоему истукану, собирает всех, все должны, стройными рядами, первомайская демонстрация с красными флагами, поклоняться золотому истукану. Ну вот, с того момента, как это написано, две с половиной тысячи лет назад прошло, ничего нового придумать не смогли. Понимаете, человечество все время просыпается под одним и тем же деревом. Массовые мероприятия, общий энтузизм, все как один из детьми и золотой истукан. Ну вот, на самом деле, это удручающая очень штука, если вдуматься. Ну вот так. Царь Новохудоносор, золотой истукан, торжественное открытие истукана. И от имени царя глашатый громко воскликнул, объявляются вам народы, что вы там на всяких музыкальных орудиях падите и поклонитесь золотому истукану. Вот он, оно самое прекрасное, самое важное. Вот тебе бог, твой Израиль. Ну или там, это может быть не золотой истукан, а мумия на центральной площади, разница невелика. Вот падите и поклонитесь, падите и поклонитесь. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем. Вот действительно парадигматическая история про то, как цари требуют поклонения своим истуканам, которых они сами же и соорудили. Все это должно быть торжественно, у всех на глазах, все вместе, хором, как один из детьми, строим массовые мероприятия. А кто не поклонится, будет брошен в печь. Ну прямо держава за державой. Что Новоходоносор, что еще кто-нибудь, что там, я не знаю, Юстиниан. Все хотят использовать религию как скрепы. Как только империи начинают разваливаться, это, собственно, их основное занятие, империи, вот ей непременно требуются скрепы, и ни один, никто не придумает ничего другого, кроме как устроить религиозную инификацию и сделать из чего-нибудь золотого истукана. Ну прямо вот действительно повод загрустить до такой степени однообразно все. Религиозная инификация как скрепы для распадающихся империй не работает. Вот, это одна из важных тоже тем третьей главы, заметьте. Ну и вот тоже еще одна общечеловеческая ценность, тоже хорошо нам знакомая по нашей эпохе, это, конечно, приступили некоторые и донесли. В данном случае халдеи на иудеев. Приступили и донесли. Вот немецы, не могут они без этого. Ну, конечно, не во всякой культуре, как в русской, сформировано такое глубокое отвращение к доносу. Такая глубокая убежденность в том, что донос всегда подлость. Но одобрения этого ни в какой культуре нет. Ну вот, приступили и донесли. Сказали царю, царь, значит, вот есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, точнее там какие-то должности занимают, и они не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат, золотому истукану не поклоняются, не поклоняются. Как и, в общем, в первой главе. Здесь в центре оказывается тема верности Богу. Есть настоящий Бог, Он один, это Бог отцов наших Авраама, Исаака и Иакова, это Бог, который дает Даниилу милость о царских снах, это тот Бог, которому надлежит поклоняться, но больше никому. Но больше никому. Ничто не может быть признано человеком, стоящим над собою. Только настоящий реальный Бог. Больше никому не поклоняемся. Верность Богу. Верность Богу любой ценой. В первой главе это была, так сказать, цена внешнего вида и кашрута. Любой ценой сохранить верность Богу. И вот Новохудоносор в гневе и в ярости требует привести их к себе и говорит, вы золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь. Падите и поклонитесь истукану, иначе будете брошены в печь. И три отрока здесь, говорят царю, незачем даже и отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Ну, хорошо, да, вот они так доверяют Богу. Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Ну, дальше, в следующей строке, то, на что читатели обычно не обращают внимания, а утроки-то говорят, даже если этого и не будет, то есть даже если Бог и не спасет нас от печи, то да будет известна тебе царь, мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который его поставил, не поклонимся. Ну, в каком-то смысле можно говорить о том, что их вера бескорыстна. Они согласны и готовы, и будут сохранять верность Богу, и не поклонятся идолам, не только потому, что Бог спасет их из печи, но даже если и не спасет, это ему решать. И они не знают, что решит Бог. Современный человек обычно говорит, я буду Бога чтить, если он сделает там вот то, что я прошу, а если не сделает, то значит его нет. Ну, масштаб личности слишком мелкий у нас. Понимаете? А вот у этих трех отроков, ну, или у автора этого медража, масштаб личности достаточный, чтобы вот эту пугающую, на самом деле, вещь сказать, вне зависимости от того, вытащить он нас из печи или нет, но мы будем ему верны, потому что это верность, корень человека, то, что действительно главное. Потрясающая, конечно, вещь. И дальше, Навуходоносор, как положено Навуходоносору, исполнился ярости, велел разжечь печь в семь раз сильнее, значит, там температуру увеличили. Так что даже те, которые бросали туда топливо, там были попаляемы огнем, вырывающимся из печи, и целая проблема туда этих самых отроков забросить, потому что подойти невозможно, такая печь. Ну, вот, там же не только дрова, там еще и нефть, и какие-то всякие другие виды топлива. Ну, и вот тех людей, которые бросали Седраха, Месаха и Авдонаго, это вавилонские, соответственно, имена, Анани, Азарь и Михаила, Месаила, вот, значит, пламя их убило, а эти три мужа упали в раскаленную печь связанные. И слуги царя продолжали разжигать печь нефтью, смолою, паклей, хворостом, поднимался пламень на сорок девять локтей, ну, в общем, ужас-ужас. Но ангел господень сошел в печь вместе с Азарь и бывшим с ними и выбросил пламя из печи. Вот Медреш рассказывает о таком чуде, он говорит о том, что если человек верен Богу несмотря ни на что и действительно старается эту верность сохранить ради себя, не ради того, чтобы получить что-то от Бога в награду, а ради собственного достоинства. Я буду хранить верность несмотря ни на что, потому что это я, я тот, кто не изменяет. В этом, кстати, богоподобие тоже человека, потому что и Бог говорит я не изменяю. Вот они каким-то образом спасаются. Ну, что может придумать Даниил в этой ситуации, ну, рассказчик, да, ангел сошел в печь и выбросил оттуда пламя, они там ходят в прохладе, как бы шумящий влажный ветер. И, значит, царь, да, который на это все смотрит, с изумлением видит. Здесь, видите, мы переходим с 23-го стиха на 46-й, а потом с 51-го сразу на 91-й, так, чтобы сюжет посмотреть. Вот царь изумился, что мы туда трех человек бросили, а их там четверо ходит. И Навуходоносор подошел к этой печи и сказал, выйдите, подойдите. И они вышли, и все изумлялись, видя, что огонь над ними не только силы никакой не имел, не только не сжег их, но даже запаха огня, даже дымом не пахло от этих юношей. Ну, и вот тогда Навуходоносор говорит, благословен Бог, Сидраха, Месаха и Авдонаго. Он благословляет, снова, как в предыдущем Медраше, он благословляет Бога вот этих юношей, того Бога, который засвидетельствовал свою силу, сохранив их в этой самой печи. И дальше дается повеление, чтобы из всякого народа племени, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдонаго, будет изрублен в куски. Значит, ну, то есть, вот, да, карать за оскорбление чувств верующих, это вот Навуходоносор, собственно, и придумал. Дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Ну, и опять царь возвысил, должен же быть хэппи-энд в рассказе. Последние стихи с 98-го, ну, собственно, 98-й, 99-й и 100-й стихи 3-й главы это фрагмент текста, который по случайности неудачно попал в 3-ю главу, а должен, конечно, находиться в 4-й. И поэтому мы обратимся, когда будем говорить о 4-й главе, именно к этим 3-м последним стихам 3-й. Значит, вот такой сюжет из Тукан, верность Богу, они отказываются поклоняться, их бросают в печь, Бог их хранит, хранит, и впечатленный Новохудоносор поклоняется, благословляет Бога Седрах, Месах и Авдонаго, а кто произнесет на него Хулуда будет изрублен в куски. Верность Богу в конечном итоге не только сохраняет жизнь этим отрокам, но и побеждает ярость гонителей. Вот, собственно, важная тоже для автора идея. Ну и, как мы уже сказали, безымянный Боговдохновенный редактор поместил здесь также молитву Азарии и песнь хвалебную, которую воспевают Богу три отрока в этой самой печи вавилонской. Молитва совершенно потрясающая, очень полезно, я бы сказал, для всех нас, христиан, знать ее близко к тексту. Ну и, кроме всего прочего, эта молитва в частности цитирует ее святитель Василий Великий в своем евхаристическом каноне во второй молитве. И вот, посреди пламени Азария молится и, открыв уста среди огня, возглашает, благословен ты, Господи Божий, отцов наших и хвальное и прославленное имя твое вовеки. Вот он благословляет Бога, благословен ты. Дальше, собственно, раскрывается, что имеется в виду. Речь идет о том, что ты во всем прав. Ты во всем прав. И все, что ты делаешь, хорошо. Вся содействовалась и премудра. Все, что от тебя исходит, прекрасно. Ты сам, Боже, благословен, потому что нет ничего, как сказать, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. И хвальное и прославленное имя твое вовеки. Это тоже чрезвычайно для Даниила важно, потому что имя Божье это непостижимое, незримое, но очень непосредственное присутствие Бога. Там, где призывают имя Господне, там Бог сам таинственным образом присутствует среди призывающих. И дальше на несколько, в нескольких вариантах он говорит все дела твои истины и все суды твои истины. Праведен ты, ну, то есть, собственно, прав, справедлив во всем, что сделал с нами. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас, как святитель Василий великий выражается и правду, и судом истины, вся навелась и на нас. На нас и на город отцов наших. Поистине и по суду навел ты все это на нас за грехи наши. По-видимому, для автора первой половины Даниила, для его эпохи, это очень важная вещь. Посмотрите. Вот было великое царство Соломона, допустим, там, Давида, Соломона. Потом оно разделилось, потом все хуже и хуже, потом все разрушилось, Бог нас оставил и вообще и забыл, и с нами приключаются всякие несчастья, которые он на нас навел. Таким образом, Бог нас, так сказать, предал, обидел, и еще какие-нибудь можно слава плохие придумать. Ну вот, автор книги Даниила говорит, все было по правде, мы все это заслужили, правду и судом истинным, навел ты все это на нас. Он принимает суды Божьи как справедливые, соглашается и об этом говорит, да, Господи, все, что с нами произошло, ужасное, вот этот распад, плен, разрушение, страдания, которые на нас обрушились, да, мы виноваты, это по грехам нашим, мы согрешили, поступили беззаконно, отступив от тебя. Что дальше? Понимаете, вот для того, чтобы из этой ямы, или из этой печи огненной, где Азарь, собственно, молится, вылезти, надо сначала признать, что да, мы здесь оказались по нашим грехам. Не потому, что несправедливость или неосторожность, или беспечность, Бога нас сюда привели, нет, правду и судом истинным все навелось на нас. Заповедей твоих не слушали, не соблюдали их и не поступали, как ты повелел нам, чтобы благо нам было. Есть не меняющиеся заповеди, они всегда одни и те же, мы их не соблюдали и не делали так, как ты нам повелел. Ну вот, и оказались там, где оказались. Еще раз повторю, это молитва, которая возносится из раскаленной печи, в общем, из адского пламени, по большому счету. И все, что ты соделал с нами, соделал по истинному суду, снова и снова. Превол предал нас в руки врагов беззаконных, царю неправосудному и злейшему. И ныне мы не можем открыть уст наших, сделали стыдом и поношением для рабов твоих и чтущих тебя. По крайней мере, автор книги Даниила «Устами Азарии» говорит, в общем, от лица своего народа эти слова. Мы не можем даже уста открыть, сделали стыдом и поношением, потому, как мы жили, что мы делали, что мы говорили, как мы поступали, мы... Ну, теперь мы говорим в таких случаях, молчим в тряпочку. Нам нечего сказать. Стыдно, стыдно. ну, хоть кто-то должен это сформулировать. Понимаете? В каком-то смысле и по истории, и по истории мысли первая половина Нила, в общем, знаменует какой-то такой выход к тому вечному царству, которое сокрушит все остальные, выход из этой глубины, который начинается с того, чтобы сказать, я молчу в стыде, мы молчим в стыде, потому что нечего сказать, мы виноваты. Признание этого, не биение себя пяткой в грудь, что мы никогда не ошибались, мы во всем прекрасны, никогда никому ничего плохого не делали, и вот все, что там такие человеческие приемы такие вот, вот этого больше нет. Да, мы виноваты, да, мы виноваты, нам стыдно, без этого из этой печи не выберешься. Не признав этой вины, и не устыдившись из печи не выберешься. И это тоже драматически важная для автора этой книги вещь. И дальше весь этот пассаж с 26 по 33 стих продолжается словами «Но!» Вот все это ты правильно навел, правильно сделал, судом истинным, мы виноваты, нам стыдно, мы можем только молчать, покраснев, но не предай нас навсегда ради имени твоего. Вот о чем озаре молится. Но пусть этот праведный гнев твой будет не навсегда. Не предай нас навсегда ради имени и не разруши завета твоего. И это тоже, как сказать, молитва навстречу тому, что Бог говорит через поздних пророков, там, скажем, пленные, может быть, ранее, после пленной эпохи. Но не оставь нас, не разруш завета. Нам не на что надеяться, нам до до такой степени по уши в грехе погрязли в преступлениях, в злобе, в идолопоклонстве, восквернении, кровопролитии. Мы можем только молчать в тряпочку. Но ты не предай нас ради того, что ты заключил с нами завет. Вот на что мы надеемся, что как эти отроки ради самих себя, независимо от того, спасет их Бог или нет, хранят ему верность в печи, так они надеются, что Бог независимо ни от чего сохранит свою верность своему завету со своей стороны. Мы умалены, Господи, паче всех народов, унижены ныне на всей земле за грехи наши. Даже сейчас, по прошествии стольких сотен лет, для нас очень трудно это увидеть, как важно бывает сказать, мы унижены за грехи наши, для того, чтобы начать всплывать со дна этой выгребной ямы, до тех пор, пока мы будем говорить, что про свое величие, мы так там и останемся. понимаете, исторические адские печи удерживают людей до тех пор, пока люди думают и говорят о своем величии. Как только мы себе это запрещаем, начинаем говорить, мы умалены и унижены за грехи наши, что-то будет меняться в нашей жизни. Дальше Азария говорит тоже потрясающе важную вещь, потрясающий такой мостик в будущее, в Новый Завет. Он говорит, у нас в настоящее время нет ни князя, ни пророка, ни вождя, ни места, чтобы нам принести жертву тебе и обрести милость твою. люди призваны существовать в диалоге с Богом. Израиль призван и обещал служить Богу, молиться, приносить ему жертвы и вот совершать это неопустительно каждый день как знак Завета, точно так же, кстати, как и празднование субботы. Суббота и храмовое богослужение, молитва, вот в этот весь диалог с Богом знак того, что мы находимся в Завете верны ему. Но у нас теперь ничего нет, нету князя, нету священника, пророка, ни места, чтобы нам принести жертву тебе. Все, ничего этого нет, все кончилось, пресеклось. И довольно естественно, что для автора, как и для его читателя, это означает прекращение контакта с Богом, прекращение диалога, в каком-то смысле разрыв Завета, все, ничего, нет, нет, понимаете, вот было окно в небо, и оно завалено камнями. И все, и ничего, и возможности разговора нет. Но дальше Азария говорит, но, снова, но, с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Вот ничего у нас нет, кроме сокрушенного духа и смиренного сердца. и с этим Бог нас принимает. Мы будем приняты, да будем приняты вот с этим, как если бы это были тысячи овец и тельцов и жертвоприношений, жертву Богу дух сокрушен. Будете поклоняться в духе истине ни на той горе, ни на этой. Вот ни от чего материального, земного, независящее отношение с Богом, вот они здесь, но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Ничего у нас нет, ничего нет, кроме доверия тебе и надежды на тебя и упования на тебя. Вот и это как если бы у нас был храм. Вот голой пустыне где-то там в Вавилонии In the middle of nowhere как по-английски это называется посредине ничего все равно ничего нет Бог есть. В лесах там какие-нибудь да уходившие за Урал в тайгу люди ничего нет Бог есть. Ничего не требуется ни храм не требуется не место это на самом деле конечно потрясающее откровение. Плюс еще вдобавок надо сказать что Азария молится ну автор книги вкладывает в уста Азарии эту молитву в Вавилоне для той эпохи характерно представление о большинстве практически всех богах которые местные которые вот здесь да а тут уже нет и земля и соседняя территория и соседняя будет называться землей бога Сина как в Вавилоне землей там Астарт землей еще чего-то земля бога Израилева но там в Вавилоне ничего нет это не Палестина Израиль вообще рассеян здесь нет храма и вообще чужая земля но бог слышит но с богом диалог с богом контакт есть и вот дальше Азария говорит ибо нет стыда уповающим на тебя то есть те кто тебе доверяют на тебя надеются не постыдятся их упование их надежда не будут тщетными и это тоже одно из центральных одна из центральных мыслей вообще всей книги как бы ни было трудно даже в горящей печи уповать на бога это правильный выбор ну и дальше в 41 следующем стихе удивительная вещь говорится и ныне мы следуем за тобой всем сердцем боимся тебя ищем лица твоего следуем за тобой всем сердцем трепещем тебя ищем лица твоего это на самом деле определение что такое библейская вера одно из конечно не единственное но одно из важнейших определений что значит верить богу это не принимать без доказательств какие-то утверждения об устройстве невидимого ну там тут не об этом речь вообще следовать за тобой всем сердцем вот думать видеть в центре бога и все что вокруг происходит происходит его власть исследовать тому как поступает бог чему учит бог чему призывает бог чего требует бог от нас трепетать тебя бояться тебя не в смысле испугаться взвизгнуть и спрятаться под лавку а понимать что поступать против тебя это гибель бояться нарушить отречься бросить забыть бога вот об этом речь и искать лица твоего нуждаться во встрече лицом к лицу не просто знать что бог велел что там в заповедях написано не просто бояться нарушить заповеди чтобы бога обидеть да или не обидеть как правильно выразить но еще и искать лица твоего нам позарез надо вот этот контакт диалог с тобой переживания в событиях жизни или истории переживания твоего присутствия видеть тебя знать что ты рядом что ты нас не бросаешь вот отклик в этом диалоге нам нужен позарез в конечном итоге на самом деле ответом на это ищем лица твоего становится по-настоящему только воскресение Господа Иисуса Христа азария же молится вот не посрани нас но сотвори с нами по снисхождению твоему и по множеству милости твоей вначале он говорил ты все делаешь по правде но мы просим тебя чтобы ты и по милости и по снисхождению сделал с нами да познают народы что ты Господь Бог единый ну и дальше с небольшим промежутком 52 стиха песнь которую воспевают три отрока в этой самой печи Богу отцов наших песнь очевидно что это именно песнь по поэтической структуре понятно что она должна петься ну и в общем нельзя не заметить сходство этой песни и поэтической структуры с тем что называют песнями восхождение псалмами или позднейшими христианскими антифонами степенными которые там поются при восхождении хора левитов на ступени Иерусалимского храма вот такая вот песнь в которой очень много интересного и поучительного во-первых сама форма благословен ты Господи Боже наш вот утраки благословляют Бога говоря о нем какие-то конкретные вещи ты Божий Отец наш благословенное имя славы твоей святое и прихвальное имя само по себе есть присутствие Божье освящающее присутствие слава Божья сияющее опять-таки облако присутствие благословенное имя славы твоей благословляют Бога который присутствует незримо и необъяснимо но в то же время очень и очень реально и благословен ты в храме святой славы твоей ты видящий бездны благословен на престоле славы царства на тверде небесной они благословляют Бога ну вот пытаясь сказать о нем нечто далеко не исчерпывающее но все-таки некоторые характеристики если хотите Бог пребывающий в храме видящий бездны видящий глубокое и сокровенное дальше благословите все дела Господни Господа и автор этой песни собирает классифицируя определенным образом все дела Господни все то что благословляет Бога не только мы люди но и все дела ангелы Господни небеса воды которые превыше небес все силы Господни своего рода это если хотите своеобразная библейская форма того что у Аристотеля называют лестницей существ описание структуры иерархической структуры мироздания иерархической где есть так сказать разные уровни вот и конечно да определенной параллелью к этому но только определенной неполной будет рассказ первой главы книги бытия сотворения мира и так вот небеса небеса небес все дела Господни силы Господни все благословляйте Господа в следующем куплете даже нескольких вот всякие реалии мира солнце и луна звезды небесные солнце которому поклоняются многие народы луна которому поклоняются Нового Худоносор звезды небесные воинства небесные которые поклоняются многие ближневосточные народы вот это все благословите Господа это все тварные вещи дождь ветры дальше стихи огонь и жар холод и зной лед и мороз где они там в этой Вавилонии нашли лед и мороз что ну я понимаю когда там здесь в России про лед и мороз мы что-то еще понимаем но тем не менее вот они знают что это тоже бывает в мире понимаете не только приятные вещи мир вот он такой он из противоположных противоречивых вещей составлен ночи и дни роса и ини холод и зной огонь и жар лед и мороз ини и снег молнии облака вот вот такой реальный мир это не красивая картинка райского садика парадиза это настоящий мир в котором мощные иногда непреоборимые силы стихии действует вот все это наполнено жизнью на самом деле и благословляет Бога и дальше да благословит земля Господа горы и холмы произрастания на земле источники моря и реки вот все то что дает жизнь и пищу киты все движущиеся в водах птицы звери скот вот совершенно потрясающая конечно собственно собирательная молитва стоят люди при этом заметьте они поют это все посреди адского пламени и призывая все мироздание воспевают славу Божию и говорят вместе с нами давайте благословляйте Бога киты все движущиеся в водах и наконец в последней части этой песни еще одна важная последовательность к людям обращаются они благословите сыны человеческих Господа все люди благословляйте Бога и дальше Израиль благослови Господа священники рабы Господни духи и души праведных праведные и смиренные сердцем ну и в общем толкователи обычно видят здесь некоторую поучительную последовательность как бы по восходящей все сыны человеческие сын человеческий кстати для книги Даниила будет потом очень важным термином потом избранный народ Божий среди избранного народа священники среди священников рабы Господни те кто слушаются Бога духи и души праведных значит те люди которые уже каким-то образом пребывание которых не с плотью заметьте это чрезвычайно тоже важное отражение формирующейся веры в посмертную участь человека и наконец праведные смиренные сердцем на вершине если хотите этой пирамиды благословения люди исполняющие заповеди и смиренно мудрее находящие перед Господом Богом нашим праведные смиренные сердцем благословляйте Бога потому что он извлек нас из ада и спас из руки смерти избавил нас из среды горящего пламени хотя по крайней мере формально по сюжету эти слова звучат еще в печи и в горящем пламени но славьте Господа ибо он благ ибо вовек милость его он избавил нас из этой печи вот эти слова благослови все чтущие Господа славьте Господа ибо он благ ибо вовек милость его это цитата из псалмов и конечно отсылка к иерусалимскому храмовому богослужению ну вот эти дополнения книги третьей главы книги Даниила и молитвы Азарии и песни трехотроков стали таким фундаментом для очень значительной части и христианской литургической поэзии тоже и храмовому и и и и и и а